Известность совхоза имени Ленина простирается далеко за пределы Московской области. Часто совхоз посещают разные делегации из отдаленных уголков нашей Родины. 22 сентября 2022 года наш уютный поселок посетили пенсионеры из Переиславля-Залезского. Где он и родился, и рос, и жил, и дорог поднимал. У нас город, конечно, был хороший, но когда все началось, он рассыпался. И у нас, вы знаете, все позакрыто. С нашего города даже в центр, в Ростов уже перевели. Школы закрывают, программы меняют. Настолько все это меняется. У нас каждый день, не то что неделю, каждый день все меняется. А сейчас по всей стране идет, и цены растут. И, ну, у нас еще, вот, Неля Белла, она вам может тоже многое рассказать. А в совхоз что решили вдруг приехать? А, вы знаете, мы были здесь ровно три года назад, 20 октября, вот через месяц будет. Мы были настолько очарованы этим совхозом. Ну, тогда мы сами глядели. Нам хотелось Павла Николаевич увидеть, и когда он с девочками шел из садика, мы бежали, но он так быстро ходит, мы его не догдали. Ну, вы хотите в приезд увидеть, да, Павла? Ой, хотели увидеть, так его хочется, сфотографироваться с ним хочется. Принимала гостей руководитель профсоюза народного предприятия Наталья Зинина. Приехали, а зашли в церковь. Ну, мы сейчас в детский сад сходим, а потом пойдем на обед в столовую. Первое место, в которое отправились гости после продолжительной дороги, стал совхозный храм. Я экономистом была на... А зовут вас как? Нелли Андреевна Куликова, в Тресте, Переславль-Строе. А сейчас вот в Совете ветеранов в Тресте. А здесь вот сегодня мы приехали все от городского совета. Здесь и представители села есть, и представители города есть. И военные, и вооруженные силы, и правоохранительные органы здесь много. И вот, вы знаете, мы как-то часто о вас смотрим. И вот как-то мы и первый раз приехали сюда, мы как что-то родное приехали, понимаете? И вот сейчас мы с таким желанием хотели сюда попасть, что... Вообще, только вот, вы знаете, плохо то, что у нас в городе сейчас сохранилось только одно предприятие, ЛИТ. А было столько предприятий, которых нет... По Союзу, наверное, ну, может быть, одно-два было. Трест Переславль-Строй тоже у нас, когда организовался, туда приехали исцелены люди, приехали с БАМа строители. То есть люди, прошедшие уже вот такой трудный в свое время. Ну, я думаю, что это нужно было в то время. А о совхозе где вы смотрите, говорите о нас? А в интернете. В интернете мы переживаем за вас и говорим, что боритесь, боритесь за свое, чтобы вот сохранить вот это все, что создали, чтобы оно сохранилось. А мы всегда будем с вами, всегда будем поддерживать вас в любом случае. И всегда мы считаем, что Павел Николаевич достоин быть большим руководителем и на государственном уровне. А мы всегда поддерживаем, мы всегда с вами и всегда радуемся за вас. Посетили приезжие популярный у москвичей парк Лукоморья, послушали русские сказки и сфотографировались у дуба с ученым котом. Чем только пожелаешь. Бог с тобою, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. На спицу петушок на золотом будет верный сторож трон. Он кругом все будет... Все продумано, видите, для колясочек, для саночек, все, и для веток, замечательное место. Или для бабушек. Мы тогда и удивлялись, что мало таких людей видно здесь. Только мамочки с колясками были, а так прекрасно вообще. Дит, Александр, а что ко мне с мной? Ну, что делать? Ну, не тяните резину, не отвлекайтесь. Здравствуйте, сахоз. Самый прекрасный у меня лесохоз. Потом все прошли в детский сад, замок детства. Кто умеет снимать? И на ютубе, и в одноклассниках. Немного проголодавшись, зашли в нашу столовую подкрепиться и попробовать фирменных пирогов Галины Даниловны, которые готовят их по особому рецепту. После сытного обеда в делегации встретился Павел Николаевич Грудинин. Рассказал свежий анекдот про врачей и учителей. Закончилась встреча фотографированием на память. Где работаешь? Ну, где хозяева хорошего? Вот мое заключение. Здравствуйте. А вы принимаете на место жительства? Мы-то принимаем, но сейчас мы не строим больше домов, поэтому квартир-то нет. Вы куда сейчас едете? На завод. Да, вы к деревне еще успеете. Да, успеете? Да, постараемся. У нас до четырех лет. Посмотрите, что у нас там еще есть. Но в сад-то вы не проедете. Минус сады проедете. Да, с левой стороны, с правой будут поля. Мы очень приятно. Просто не верится. Такую мы красоту увидели. Мы в течение столько лет. Увидели то, что не верится. Мы верим, что может там вот существовать. Вот это мы все из Переславля-Залезского. Да, что вы будете знать теперь. Спасибо большое. Наталья Павловна, Иван наш Переслав-Залезский. Такая чудесная экскурсия. Такой ваш совхоз чудесный. Мало времени. Мало времени. И, кстати, очень многие хотят вернуться в социализм. Вы же заметили, да? В коммунизм и в Завиловск. Ну, в коммунизм мы не дошли, а в СССР. В СССР. Потому что здравоохранение все-таки должно быть бесплатным. Вот мы сейчас говорим, я сегодня разговорил там с одной федеральной структурой. Они тоже согласны с тем, что, ну, что теперь? Самое главное для врача, чтобы больной болел, и чтобы за него все время он ходил в больницу. А нам, наоборот, нужно, чтобы он не болел. Чтобы мотивация была не заболеть, а наоборот, чтобы было здорово. И врачи должны, чем меньше человек болеет, тем больше врачи должны получать. А у нас наоборот. Лечить, учить и защищать должна государство. И поэтому учителя, врачи и соцзащита должна быть одинаковая в всей стране. Тогда пенсионеры и дети будут одинаковыми. И воспитать, воспитывать в школе? Да. У меня дочка работает в школе, говорит, раньше все. А сейчас упор на воспитание детей. Но как их сейчас воспитать? С того времени это надо вот... Это разрушить легко, а создать очень сложно. Я понимаю. Очень сложно. Где-то десятилетиями нужно заниматься. Знаете, почему учителя работают на полторы ставки? Это что-то издевательное. Потому что на ставку есть будет нечего, а на две некогда. Да, да, да. Сильный, да. Мы рады, что вы приехали. Сейчас я просто там на работу, а интерпол на вам дальше покажет все, что мы делаем. Счастье, что мы увидели воочию вас. Это счастье. Давайте пойдем сфотографироваться. Это такое счастье. Вот иди к нам. Маленький, маленький. Лево, прямо уедем. Потом еще было посещение перерабатывающего завода, где полным ходом идет работа по консервированию свежевыжатого яблочного сока. 200-литровые бочки, да? А это для чего такая посовка? Для хладиней. Следующей остановкой стала контактная деревня. Небольшая экскурсия включала в себя кормление енотов, гусей и знакомство с карликовой лошадью. Эта небольшая по размеру коняшка способна тянуть 200-килограммовую тележу. Это деревня, одна из самых любимых мест именно в мире. Гурищей и традициями. Туризм связан с посещением животной фермы, с отдыхом и, в общем-то, привлечением людей к обычной простой работе и отдыху. Вот еще 6 лет назад открылась контактная деревня. Еще тогда в совхозе взяли курс на это вот сейчас модное современное направление. И в нашей деревне сейчас уже на данный момент больше 12 разных программ экскурсионных. То есть мы на Новый год проводим разные мастер-классы, выпекаем в русской печи пирожки, имбирные пряники, работаем на гончарном кругу, делаем магниты из глины. То есть в наших избушках проходит очень много программ, связанных с ремеслом. Мы все это обучаем, показываем детям и родителям, приобщаем, так сказать, к деревне. И мы успеем сегодня посмотреть как раз наше большое хозяйство. Сейчас я вас вкратце всем познакомлю. Меня зовут Анна. Если по ходу будут еще какие-то вопросы, с радостью отвечу. Основные все наши красивые лошадки впечатляют, они на другой стороне на улице. Я вас познакомлю сначала с самыми маленькими, а потом с самыми лошадками. Многие называют их пони, они сразу убежаются, потому что в отличие от пони, такие лошади могут тянуть 200-300 килограмм. Именно поэтому наши маленькие лошадки катаются по вузке. А можно фотографировать? Да, можно фотографировать, можно гладить. Она просто немножко не ожидала, что столько гостей сразу пришло. И такие лошадки у нас запрягаются по вузку, катают детей, также по выходным, по расписанию. У нас много разных активностей. Там йод, все минеральные добавки в этой соли. Это уже как раз соли, знаете, специально на заказ. Не та, что горные добывают для коров, для ферм, а здесь уже со всеми компонентами. Это для лошадок, да? Для лошадок. Ну, у нас мы и козы, и бараны, вообще для крупного рогатого скота тоже идет она. А для чего им соль вообще, чего они так и употребляют? Они восполняют жидкость. А еще с добавками, когда у них идет восполнение вот всего, и всех минеральных указаний. Лошадь должна петь или как можно больше. Так же, как и человек. Человек 20,5 литра в день. Чтобы работали почки хорошо, чтобы были чистые почки. 2,5 литра в день. Минимум, да? Да. Просто воды. Яблоки, я понимаю, они уже наелись. Наелись просто, да? Да. Привет, красавец. Да, красавец. Привет, Мич. Привет, Али. Да. Да, да, да. Хороший, хороший. Зимой забираем себе нашу одежку, а уже и в летом отпускаем обратно нас от хозной прибыли. Сейчас у нас несколько морей здесь, так как если какая-то птица захворала, плохо себя чувствует, либо создает пару, мы их сразу забираем, чтобы они уже плохо успокойствовали, жили и создавали семью. Ну, они вот создавали пару, уже, видимо, что-то пошло не так, уже холодно и ничего не получилось. То есть яйца были либо пустыми, либо, ну, не получилось их выпушить. Да, да, яйца несут, да, откладывают. Это молодые еноты, поэтому они очень неаккуратно бывают, берут, но чем старше енот, тем уже более порядочнее становится. Не царапаются. Очень аккуратно. Вон, ты все зааграбастал, ты блядей, все зааграбастал себе и держит. Сегодня у нас в гостях наши друзья с Переславль-Залевского. Они давно мечтали к нам приехать, наконец-то добрались к нам. Мы очень много хотели бы показать и показываем, делимся тем, что мы умеем. Но в основном приехали, конечно, пожилые люди, и для них вот это все в сравнении с Советским Союзом, в сравнении с тем, что случилось потом, очень переживательно, очень переживательно, все красиво, непонятно, как ели. Все интересно, только вот сейчас времени мало, можно было бы лучше походить. В завершении гостей проводили фирменный магазин сельхозпредприятия, где все желающие смогли приобрести продукцию ЗАО «Совхоз» имени Ленин. ЗАО «Совхоз» имени Ленин. ЗАО «Совхоз» имени Ленин. Пенсионеров ждет дорога домой, работников Совхоза «Уборка урожая» 2022 года. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ «Совхоз». До новых встреч! Продолжение следует...